Девушки отдыхают И что на что нужно перекалибровывать Практически для всех режимов Да, как бы это видео нужно было сделать бы давным-давно уже И странно, что никто это видео не сделал до сих пор Я это постоянно откладывал, потому что в Крюит так играет не так много людей Да и в принципе на стримах я любому могу ответить на его вопросы Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда Поэтому пусть все-таки это видео будет Сразу хочу предупредить для тех, кто не смотрит мои стримы Сеты у меня есть тоже не на все машины, не на все режимы Потому что все-таки, хоть я уже, ну, почти тысячная легенда Но мне категорически отказываются падать детали И поэтому перекалибровывать еще не выпавшие сеты я даже не начинал Но при этом я все равно покажу, какие именно перки На какие именно сеты нужно ставить в те или иные режимы Что ж, начнем по порядку Начнем со стрит-рейса И в принципе в игре есть один сет Который очень хорошо подходит практически для всех режимов Это нитрохимик с экстронасосом и чистым Такой сет я буду повторять несколько раз для многих режимов Но стоит вам запомнить, что это в принципе основной сет Который нужно выбирать на большинство техники Также в стрит-рейсинге советую иметь еще один сет Это рекордсмен Потому что в саммитах часто попадаются такие события, как с лалом А проходить их на мотоцикле гораздо удобнее Конечно я не люблю мотоциклы в принципе в клюшке Да и многие из вас тоже наверное не любят Но по крайней мере вот умение на нем проходится гораздо эффективнее Нежели на машине Потому что все-таки мотоцикл немножко поменьше Он в некоторой степени может гораздо быстрее делать резкие зигзаги И вот как раз таки здесь нужен сет рекордсмен И перекалиброванный на нем умелый и мутный Мутный нужен для того, чтобы даже на каких-нибудь оффродных поверхностях Ваш стритовый мотоцикл все равно мог двигаться быстро И в принципе одного этого сета хватит для того, чтобы выполнять задания на умение По любой земной поверхности и получать в саммитах практически максимальные результаты Со стритовым закончили Дальше у нас идет дрифт И дрифт это наверное один из самых простых сетов в получении Потому что для него не надо ровным счетом ничего Во-первых, дрифту не нужен какой-то определенный сет Нитрохимик тот же ему нахрен не сдался Единственное, что вам нужно для дрифта Это собрать просто золотые детали И перекалибровать их хотя бы на скользкого Горячую голову тоже можно иметь Но даже скользкого вам хватит Горячая голова нужна больше для тех Кто, к примеру, фейлит во время гонки Горячая голова нужна чисто для того, чтобы просто увеличивать скорость набора множителя Не смотрите, что за ерунда здесь написано На самом деле, либо локализаторы какие-то отбитые Но как здесь написано, выше скорость, больше очков Нихуя это не работает То есть мы это уже проверили, когда катали с косом Я катаю на более большей скорости Однако очков ни один хрен падает меньше Поэтому в дрифте так не работает По факту, просто имея скользкого Даже без горячей головы Вы все равно будете зарабатывать столько же очков Сколько, к примеру, другой игрок Который будет дрифтить точно так же Опять же говорю, при условиях, что вы будете точно так же дрифтить Следующим у нас будет дрэг И здесь используется, опять же, нитрохимик С чистым И, наверное, единственный режим В котором используется фанатичный Ибо фанатичный увеличивает силу нитроускорения Во время его использования А дрэг у нас, как по факту, короткие гонки И восстанавливать нитро нам там не нужно А вот как раз-таки Сила нитро во время использования Гораздо эффективнее будет Поэтому для дрэга у нас идет чистый Фанатичный И все это в нитрохимике Далее у нас идут гиперкары Тут, разумеется, такая же самая ситуация Как и со стритрейсингом Нитрохимик С чистым и экстранасосом Это один из основных сетов, о которых я сказал Но На гиперкарах я посоветую вам иметь еще один сет Как вы знаете Нам нужны гайки для того, чтобы перекалибровывать детали И как раз-таки гайки гораздо выгоднее получать На трассе для гиперкаров машина Латрелла часть 1 Для этого я вам советую выбить сет добытчик трофеев И перекалибровать его на золотоискатель и удачливый С таким сетом у вас будет падать огромное количество деталей Причем большинство из них будут золотых и фиолетовых Которые вы будете просто разбирать Вы даже не подбирайте их в инвентарь машины Просто складируйте на складе И просто на складе все это разбираете Гонка это очень быстро И детали там будут падать за нее тоже огромное количество Если же вы не хотите формить к примеру здесь То можете такую же самую ерунду замутить к примеру на стритрейсинге И для этого у вас там есть гонка Харли Дэвидсон То же самое делаете золотоискатель, удачливый и добытчик трофеев И можете получать тоже огромное количество деталей Именно с той гонки По факту только в стритрейсинге и в гиперкарах Есть вот такие вот трассы Которые позволяют очень быстро формить детали На остальных же придется дрочить одни и те же гонки Постоянно в ожидании выпадения деталей Причем деталей будет падать мало И это очень печально на самом деле Но по крайней мере хотя бы в некоторых режимах Вы будете зарабатывать детали гораздо больше Со стритрейсингом мы закончили Теперь пожалуй перейдем к ралли рейду И у меня для вас хорошие новости Для тех кто смотрит мои стривы Мне наконец таки упали тормоза с нитрохимиком У меня наконец таки появился сет нитрохимика на ралли рейд Ура товарищи! Итак здесь тоже самое Нитрохимикс, соответственно экстра насос и чистые Больше нам тут делать нечего В ралли рейде я считаю Других каких-то сетов иметь здесь не имеет смысла Поэтому это вот самый такой вот профитный вариант С мотокроссом же у меня тут все крайне печально Потому что мотокросс я практически не гоняю Сет я здесь не выбивал себе Да и мотокросс практически никогда не попадается в саммитах И в принципе гонять на них я ну не хочу Потому что я говорил что мне не нравится как там реализована камера Но по крайней мере если вы гоняете То делайте себе здесь тоже нитрохимик С чистым и вентилируемым Потому что на мотокроссе очень много прыжков Практически любая трасса основана на прыжках И поэтому от прыжков вы будете восстанавливать себе нитро Но на самом деле если вы более прошаренный человек То все знают что прыгать в мотокроссе нежелательно А проще срезать объезжая трамплины Поэтому лучше на самом деле перекалибровывать вентилируемые На какого нибудь экстронасоса Потому что ну это реально будет гораздо эффективнее Проблема в том что чтобы перекалибровать его Это вам понадобится опять же немало количества очков И вон сука отказывается падать как обычно На ралли кросс у меня сета нету Но проделываем ту же самую механику Нитрохимик чистый экстронасос Наша старая заезженная тема Ну а хули без нее никуда Ну и последняя отвратная техника Которая есть в режиме оффроуд Это ховеры Здесь разумеется опять мы берем нитрохимик Здесь не смотрите на магнит для славы Потому что у меня сетов на вот это вот говнецо нету Но по крайней мере распределяем то же самое Чистый и экстронасос Но самая главная фишка не забывайте Когда вы катаете на ховеркрафтов В легендарных очках у вас должен быть обязательно вкачан дрифтер Потому что дрифтер будет восстанавливать вам нитро от дрифта Логично А вот как раз таки ховеркрафты вообще практически всегда катаются в дрифте К сожалению такого перка там нету на деталях То есть я как ни рекалибровал Дрифтера там не получить Ну может быть я конечно такой невезучий Но дрифтера я там не нашел Поэтому если бы он там был можно было бы перекалибровать на дрифтера Но а в другом случае чистый и экстронасос Ну что ж теперь уже к следующим режимам И том вот у нас будет аэробатикс И для них у нас нужен опять же нитрохимик Опять же говорю не смотрите на добычика трофеев Как видите у меня уровень характеристик 154 На этих аэробатиксовых самолетах я даже не летаю Но по крайней мере если вы летаете И проходите именно сюжетные события Не задания на умение А именно сюжетные Здесь вам нужен великолепный Он увеличивает набор очков в событиях аэробатикс Ну и разумеется чистый И все это будет под нитрохимиком Иметь сет рекорд смена на эту технику Для саммитов нет смысла Объясню потом почему Идем к следующему режиму Это у нас монстр траки Короче монстр траки я вообще ненавижу Я их даже не качал Как видите у меня деталей вообще нету Вот видите 34 уровень деталей Это все что у меня есть Это максимум деталей которые у меня были А вот сет далее уже были за саммит Ну как по мне в принципе он неплох Если судить по тому что вам нужно для монстр траков Это увеличенный набор очков в событиях И грациозный который позволяет вам быстрее крутиться Ну и разумеется все это в нитрохимике Если у вас за саммит такой сет не выпал То стоит перекалибровать именно вот такие берки Ну что ж перейдем еще к одному отвратительному режиму Это дерби Дерби я тоже в этой игре не люблю Это все таки не флотаут Это не бернаут Даже не врагфест Который тоже не самая хорошая игра Но по крайней мере здесь дерби реализовано Ну отвратительно Отвратительно Ну это мягко сказано Так что если вы все таки катаете в дерби Если вы очень сильно любите дерби То разумеется вам понадобится здесь нитрохимик С чистым и бульдозером Бульдозер это тот перк который позволит вам Ну давать пиздячих противникам как можно сильнее Вашу конечно прочность это не увеличит Но по крайней мере ударять вы будете гораздо сильнее Ну что ж и последний режим который мне действительно нравится во фристайле Это джет спринт И здесь опять же разумеется надо иметь нитрохимик с чистым и эктранасосом Но здесь есть еще один дополнительный сет который я вам советую взять Это в принципе взять любые детали Вот абсолютно любые детали которые у вас будут без разницы Просто берете золотые детали и перекалибровываете себе на богатого Ну и на фанатов можете еще перекалибровать Это будет именно сет для фарма Фарма именно биткоинов Ну короче денег Перекалибровываете себе богатого на 21% по моему максимум Ставите себе в легендарных очках еще Все очки кидаете на богатого И идете фармить на трассу джет спринт пещера в горах штата Мэн Фарм здесь просто колоссальный За час я примерно выфармливаю ну от миллиона триста до миллиона четыреста Вот этих вот биткоинов За час То есть по факту там за три часа вечером поиграв можно поднимать ну до четырех-пяти миллионов Но это гринд, это безостановочно, это скучно Но блин придется страдать Все таки в игре к сожалению нету сета который увеличивает количество зарабатываемых денег Хотя напрашивается Ибо денег в этой игре надо просто гигантское количество На перекалибровку уходит просто немеренно Ну что ж на подходе уже линейка про рейсинга И в туринкарах ничего другого кроме нитрохимика чистого экстронасоса Вообще ничего не надо Вообще ничего не надо больше Чисто нитрохимик Экстронасос И такая же самая ситуация касается альфа гран-при Поэтому я их даже показывать не буду Все то же самое Здесь вот чисто решает скорость и мощность вашего нитроускорения Чем быстрее едете тем лучше Вот дальше уже поинтереснее Ну как сказать интереснее То же самое нитрохимик чистый и экстронасос Но в пауэрбоде если вдруг вы получили за саммит неплохой сет Это вот такой вот нитрохимик чистый и богатый Если вы заметите диапазон богатого в принципе для любых деталей от 1 до 3% А сет который выдали за саммит дает 4,5% увеличения заработка И того богатый здесь в принципе с моими перками увеличивается на 64,6% Но в дефолтном состоянии по моему там что-то около 34 Давай сейчас я быстренько перейду 31,5% Не 34% А 31,5% Ну против 21% Ну заметная прибавка Согласитесь Казалось бы все фарм пошел Ведь у нас есть в пауэрбоде такая трасса как плотина Гулливера Которая очень быстрая и дает 18900 Но все равно с джетспринтом она не сравнится Даже с тем сетом в 21% на джетспринте Он фармит все равно больше чем вы будете фармить на плотине Гулливера Ибо плотина Гулливера на асе дает всего лишь 18900 баксов А вот как раз таки джетспринт 22,5 тысячи И из-за вот этой разницы вот это вот увеличение сета практически незаметно Но все-таки если вам в первую лень перекалибровывать джетспринт Или вам в принципе не нравится джетспринт И вам хочется фармить на чем-то простеньком То можете фармить здесь на плотине Гулливера Но только с этим сетом Этот сет хотя бы по фарму ну приблизительно равен как раз таки джетспринту Без этого сета вы разумеется здесь будете фармить еще меньше Ну и последний режим который у нас остался это Air Race И здесь все на самом деле не так просто Во-первых здесь надо несколько сетов И здесь есть разные разновидности В зависимости от того как вы больше играете Во-первых здесь нужно для саммитов практически всегда Вот в саммитах вот практически всегда попадается какое-нибудь задание на умение Либо просто даже гонка И вот почему я сказал что на Аэробатиксе не нужно иметь сет рекордсмена Потому что иметь сет рекордсмена гораздо выгоднее именно вот на Air Race Air Race как раз таки гораздо больше будет зарабатывать очков нежели Аэробатикс Просто потому что Аэрэйсные самолеты немножко быстрее И в некоторых событиях вы будете зарабатывать гораздо больше очков Нежели вы будете лететь на Аэробатиксовом самолете Для лучшей результативности в заданиях на умение в саммитах Вам нужен будет сет с рекордсменом Перекалиброванным на нем умелым и воротами Либо опять же умелый и чистый Чистый это как бы более универсальный Потому что чистый будет подходить и под бреющий полет И под ворота Ну и вообще в принципе под любые режимы Но и для гонок нужно иметь дополнительный сет Это нейтрохимик с воротами и уже чистым вместо умелого Разумеется ни того ни другого у меня нету Потому что мне даже просто детали не падают Я не могу собрать вообще ни один ПК-сет на Air Race Сколько бы я ни летал детальки мне не падают Но это просто все везение Потому что я знаю людей, которым там за 2-3 часа все падает Я могу фармить неделями И мне не упадет ровным счетом нихрена Ну а на этом все пожалуй Я надеюсь это видео было вам полезным Надеюсь многие из вас это видео ждали Подписывайтесь обязательно на канал Чтобы не пропускать новые видео, а также стримы И играйте ребят только в хорошие игры Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok